СОТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ СОТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ СОТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ Добро пожаловать на СОТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ 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 СТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ СТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ СТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ СТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ СОТВОРЕНИЕ В ДВАЦИИ версии. Эта Библия была использована, чтобы призвать в Царство Божие больше людей и утвердить их в том, что они имеют братство Иисуса Христа, являются детьми живого Бога. Эта Библия использовалась, чтобы призвать больше миссионеров на поля в далеких землях. Эта Библия использовалась, чтобы задать тон цивилизованному правительству, более чем любая другая версия любого манускрипта или все экземпляры других версий Библии. Эта Библия — Библия короля Якова. Она отмечает свое 400-летие. Отсюда и название нашей передачи. С 400-летием — то, что вы видите здесь выставленным. Это бесценный и поразительный набор. Позовите своих друзей. Им необходимо посмотреть эту передачу. И человек, который ответственен за то, чтобы все это собрать воедино — мой давнишний друг Джонатан Шипмен. Джонни, как чудесно, что вы сегодня пришли на нашу передачу. Спасибо. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пошли по следам Уильяма Тиндейла, Джона Уиклифа и Эразме. Роттердамском. Они заплатили цену. Все трое положили свои жизни и были сожжены у шеста. Одному из них преследовали 11 лет просто за то, что он хотел перевести Библию на язык простых людей. Вы, как хранитель манускриптов, основатель и президент Национального Музея Библии, работали с американским библейским обществом и отдельными людьми в Англии и по всей Европе. Я понимаю, что как хранитель этого и других манускриптов вы за последние два года собрали и использовали для этой коллекции и других коллекций и экспонатов Национального Музея Библии более 240 миллионов долларов. Вы инвестировали огромную сумму в этот проект. Я знаю, что у вас лично нет таких денег. Я знаю вас. Да, это так, сэр. Я знаю вашего отца, вашего брата, знаю вашу маму. Она не доверила бы вам столько денег, но Бог доверил. Да, это так. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы повлияли на наше поколение. Сегодня вы являетесь ведущим хранителем древних манускриптов, относящихся к Библии, и древних экземпляров Библии с целью продолжения этого наследия. Вы повлияли и влияете на большее количество жизней, чем вы можете себе даже представить. Спасибо. Огромное удовольствие просто знать вас и прикасаться к этим Библиям. И мы хорошо провели время, ожидая начала этой передачи. Но если вы позволите, я хотел бы поговорить с вашим талантливым братом. Да, это было бы чудесно. Это доктор Лони Шипмен. Лони, как чудесно, что вы с нами. Для меня это благословение и честь. Наши семьи знают друг друга на протяжении десятилетий. Вы одаренный пианист, скрипачи, одарены в столь многих областях. Вы могли когда-нибудь представить, что Бог будет использовать вашего брата и вашу семью, чтобы собрать такое разнообразие и иметь коллекцию, которая не умещается в наше демонстрационное пространство. Вы могли себе такое представить? Это выше нашего понимания того, что мы могли представить себе в молодости. Но Бог открыл дверь и повел моего брата особым образом. И он использует вас, ваших отца, мать и семью, чтобы поддерживать его. Но я знаю, что эта поддержка не имеет финансового характера, потому что знаю вашу семью. Ни у кого из нас нет ресурсов, чтобы делать то, в чем Бог обеспечил его как канал. И, конечно, он не оставляет себе ничего из этого. Это все направляется на это предприятие. Через некоторое время вы и ваш брат покажете нашей аудитории эти две Библии. Они бесценны. И вы хранитель их на этой передаче. Я буквально спал с этим портфелем. Он постоянно находился со мной. Но чтобы показать для наших зрителей по всему миру природу этой передачи, и как люди в прошлом уважали Библию, и особенно Библию короля Иакова, могли бы вы описать то, что мы поместили и сохранили в этой рамке? Что это за сертификат или за документ? Объясните нам. Чтобы засвидетельствовать огромное почтение к Божьему Слову, некоторые издатели посчитали, что они должны показать, что это величайшее из Писаний. Поэтому они опубликовали Библию в золоте тысячные пробы. Это правда? Это одна из величайших Библий, которые были изданы в истории. Было напечатано всего лишь 500 экземпляров. Это произошло в 1834 году. Она называется «Золотой Библией». Это настоящая страница. Она была напечатана в Лондоне. Это Евангелие от Луки 13 глава. Она была напечатана со всеми Писаниями и с авторизованной версией короля Иакова, наряду с аннотациями и комментариями Мэтью Хенриса, наилучшими из комментариев для личного изучения Библии. Эта Библия была издана в количестве 500 экземпляров. Однако вскоре разразилась гражданская война, и издатель обанкротился. Он нуждался в деньгах и расплавил почти все Библии. Всего лишь 7 экземпляров уцелело. Все остальные были расплавлены. И у нас есть страница. Именно так. Просто прочитаю стих 17 из 13 главы Евангелия от Луки. И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Это выражает то, чему посвящена эта передача. Вы знаете, как историк, что Уильям Тиндейл, Джон Уиклиф, Джон Гулс, многие другие заплатили цену большую, чем призваны заплатить мы. И в истории были государственные и религиозные противники, которые не желали, чтобы Библия была на языке простых людей. Потому что, когда вы познаете Библию, вы получите свободу. И тогда они управляли бы свободными людьми. А это не было, к сожалению, тем, чего они хотели. Поэтому я думаю, что этот стих 17 выражает чудесную историю, включающую и историю версии короля Иакова, и предыдущих версий Библии, которые привели к ней, таких как Женевская Библия, которой владели венциносные особы в Европе. Я верю, что этот стих выражает то, что когда мы предстанем пред Иисусом и услышим Его окончательное слово, те, кто противились распространению Его слова, будут постыжены, но люди будут радоваться благодаря тем славным делам, которые Он совершил. Могу я доверить вам сохранение этого на протяжении этой передачи? Несомненно. Знаете, я спал с этим прошлой ночью. Насколько ценными, по вашему мнению, являются эти две Библии? Они чрезвычайно редкие, очень необычные. Одна из них — Женевский текст, созданный за несколько лет до версии короля Иакова. А это принадлежало одному из переводчиков. Мы знаем о ней, что в ней находится аннотация короля Иакова. Что вы сказали? Это Библия одного из переводчиков, Библия короля Иакова, одного из 60 человек, которые переводили Библию короля Иакова. Эта Женевская Библия была его личной Библией с его аннотациями. Вы имеете в виду, что в этой Библии находятся личные аннотации и одного из переводчиков — Женевская Библия, которую привезли в Америку Пуритане? Женевская Библия, одобренная английской королевой? И один из действительных переводчиков Библии, короля Иакова, написал свои заметки там, где он хотел улучшить перевод Женевской Библии до более точного перевода. Внутри вы можете увидеть изменение определенных слов, когда он изменяет их, чтобы максимально передать смысл. Насколько я понимаю, в этой Библии есть аннотации от руки, принадлежащие члену королевской семьи, которая описывает предков и то, что они совершили. Да, это так. Вы сохраните это? Несомненно. Теперь эти две книги чрезвычайно ценные. Это «Драматикус текстус рецептус», и это один из трех наиболее ранних общепринятых текстов Нового Завета. Пожалуйста, сохраните их. Мы вернемся к вам позже. Спасибо. Спасибо. Джонни, я хорошо провожу время. Я надеюсь, что эту передачу увидят миллионы людей с искренней благодарностью. Вам, как хранителю этих древних манускриптов, необходимо снова выразить благодарность. Я хотел бы поговорить с вашим отцом некоторое время. Вы ответственны за все это, не так ли, доктор Шепман? Пастор, я знал вас столь много десятилетий, и мне нравилась ваша позиция в отношении Слова Божьего. Я проповедовал из нее 50 лет. Целых 50 лет, да. Вы стоите рядом, и, подобно вашему сыну Лоне, вы храните шесть томов Библии короля Иакова. Но она такая большая. Пожалуйста, расскажите нам о ней. Это самая большая Библия в 19 веке. Английский король Георг III хотел, чтобы она была большой, и ее напечатали на печатном станке, который сконструировал механик Маклин. В ней было 72 прекрасные гравюры и дизайн лучших британских и французских художников. Удивительные гравюры. В то время она стоила 30 тысяч фунтов стерлингов. На сегодняшний день это соответствует 150 тысячам долларов. Вы только представьте себе, и это только за один экземпляр книги. Раньше вообще было очень мало книг, а это своего рода бесценно. В 19 веке... Да, сегодня, чтобы напечатать то, на что мы смотрим, нужно было затратить полтора миллиона долларов. Да, если бы мы использовали тот же печатный станок и так далее. Она просто великолепна. Здесь мы видим некоторые иллюстрации, о которых говорил пастор Шипман. «Моисей со змеем на знамени». Текст очень крупный. Самый крупный из напечатанных. Здесь шесть томов. Но это одна Библия. Это невообразимая. Это Библия Маклина. И, конечно, она бесценна. Спасибо вам за то, что вы позволили Богу использовать вас, чтобы обеспечить ваших сыновей правильной атмосферой и культурой, в которой они могли почитать Слово Божие. Спасибо. Более пяти лет тому назад я почувствовал, что Бог ведет Джона сделать это. И Бог обеспечил его, и мы восхищены тем, что делает Бог. Да. Теперь, Джонни, возвращаясь к вам. Не могли бы вы кратко рассказать нам? Я знаю, что в рамках одной передачи недостаточно времени, чтобы рассмотреть все об этих манускриптах, язык за языком, и что у нас есть в этом бесценном издании. Пожалуйста, расскажите зрителям об этом. В 1455 году человек по имени Иоанн Гутенберг опубликовал первую Библию, напечатанную с помощью подвижных литер. Мы принесли на передачу некоторые образцы такой печати. Это очень ранняя копия 1475 года, и она называется Шлозбергская Библия. Также у нас есть копия 1485 года Библия Эраш. Это оригиналы, оригинальные страницы, очень редкие. Сегодня одна страница хорошей Библии может вполне стоить 100 тысяч долларов. Это просто ради примера, насколько редкие эти Библии. Всего одна страница. Да, всего одна. И текст на странице очень тяжелый, почти как целый дом. Правда? Да, бумага делалась по-другому, когда они печатались в то время. Бумага делалась из волокна, печатали на таком большом листе, создавали рамку, на которую надевали волокно, спрессовывали его, чтобы создать лист бумаги. Сегодня у нас есть станки, производящие бумагу. Здесь используется проклейка, чтобы чернила оставались на бумаге, а не проникали через нее. Если мы уже завели речь о проклейке, я думаю, вы сможете объяснить мне, почему этим золотом тысячные пробы смогли напечатать на странице с тяжелой текстурой благодаря проклейке, которую они сделали, иначе оно бы не удержалось. И, по сути, здесь такая же ситуация. То есть чернила или золото — неважно. Когда Библию начали исследовать, первоначально она была написана на таких свитках. Это свиток, написанный на иврите. Библия была сохранена на иврите в свитках. У нас есть свитки Мертвого моря, которые трансформировались в древние свитки, подобные этим. Затем начинаем видеть Библию в виде манускрипта, который был написан от руки. И мы видели, как писали Библию на больших манускриптах. Затем началось книгопечатание. И когда мы переходим от Гутенберга к другим известным Библиям, мы видим Библию на английском. Начали печатать Библию, но по всему миру было незаконно иметь Библию, если вы не являетесь знатью, священником и членом королевской семьи. Тогда вам было запрещено иметь Библию. Тогда вас сожгут ушиста. До 1653 года в Англии людей сжигали ушиста, если у них находили одну страницу Библии, часть Библии или Библию целиком. В Англию начали завозить Библии контрабандой. И архиепископ посетил короля и сказал, очень важно, чтобы мы создали новую Библию. Я хочу попросить у вас позволения дать такое задание группе людей в Оксфорде, Кембридже и здесь, во дворце в Вестминстерском аббатстве, чтобы создать Библию на английском. Король Иаков отдал приказ об этом. Этот процесс начался в 1604 году. Они разбились на три группы, которые встречались в Вестминстере, в Большом зале, известном как Иерусалимский. Они искали слово, потому что английский язык изменялся. Сегодня английский язык продолжает изменяться. Мы прибавляем к нему несколько сотен новых слов каждый год. Но когда они напечатали Библию, они хотели, чтобы она была совершенной, насколько это возможно. Они начали исследовать разнообразные древние манускрипты, разные версии Библии, разные древние тексты на иврите и греческом, но текстус ресептус, который у нас здесь есть, был остовом. Из-за нехватки времени мы уделим этим деталям гораздо больше времени в следующей передаче. Это оригинал первого издания Библии короля Иакова. Да, это она, 1611 года. Тогда было напечатано только 3000 экземпляров. Сегодня они известны как «Он Библия» или «Она Библия». Для этого существует определенная причина, и она находится в книге Руфь, 3 главе, 15 стихе. Это то, почему мы можем определить, является ли это «Он Библией» или «Она Библией». Здесь написано «пошел в город» или «пошла в город». Но подобная Библия, «Он Библия», в хорошем состоянии, полная. А это именно полная Библия. Она стоит около полумиллиона долларов. Я держу полмиллиона долларов в своих руках. Это так. Но сама Библия гораздо ценнее. Это совершенно верно. Это восхитительно. И вы основатель и президент Национального музея Библии в Далласе. Руководите музеем, где люди могут узнать об этом. Вы работаете по всему миру, приобретая и распространяя различные Библии и древние манускрипты, относящиеся к ней. В оставшиеся у нас на передаче время ваш брат Лонни хранил эту Женевскую Библию. «Эта напечатанная Библия была авторизована королевой Елизаветой I. Та самая, которую я сейчас держу в руках. И эта Библия, как известно, была привезена в Америку буританами». Да, это действительно так. Пилигримы привезли ее сюда в свое время. Но этот экземпляр очень, очень необычный. Да, он приписывается переводчикам Библии короля Иакова. В ней есть очень редкие вещи, которые мы покажем вам в следующей передаче. «Трудно поверить, что подобное сохранилось, но это так. Я передам ее вам. Я не хочу повредить ее». Спасибо. Да, вы благодарите меня, что я не повредил ее. Я не открывал ее, но вы открывали. Могли бы вы описать нам уникальность конкретно этой Библии? Если вы посмотрите сюда, это первая страница Евангелий. Вы можете увидеть здесь аннотацию. Здесь вначале выделены слова. Они пытались написать слова, которые были наиболее удачными в то время, когда английский язык переживал развитие. Сегодня у нас другое написание слов. В этой Библии мы видим буквы F и S, которые использовались по-другому в английском языке того времени. То есть с того времени произошла огромная трансформация языка, но Библия, тем не менее, живет. Да, изменился и сам шрифт. Да. То, что делает эту Библию уникальной, вы видите, как они находили лучшее использование современных слов, чтобы люди могли более точно понять при изучении Библии сам смысл. И прочитать четко слова, но в полном соответствии с оригинальным греческим Новым Заветом. В полном соответствии с текстус рецептус, который они начинали изучать прежде всего, чтобы понять греческий, понять, какое слово нужно использовать, английское или греческое. Они хорошо подходили к этому. С самого начала было издано 6 миллиардов Библий. На сегодня больше всего было издано Библии короля Иакова. По-прежнему. Сегодня наиболее используемая Библия — это по-прежнему Библия короля Иакова. Она повлияла на большее количество людей, чем все другие версии вместе взятые. Американское библейское общество по-прежнему издает их в Китае. Каждый год они издают их миллионами. И по-прежнему это оригинальный текст. По-прежнему они издают тот же текст. Они не изменяют в нем ни слова. И гнев человеческий обратится во славу Бога во всех трудных обстоятельствах. В этой Библии имеется королевская генеалогия. Опишите ее. Королевская генеалогия, написанная в конце, рассказывает о королевской семье и о том, как эта Библия передавалась. Как королева Мария умертвила некоторых членов своей же королевской семьи, всех верующих людей, которые читали Библию, которые верили на тот момент и были посвященными Богу людьми. Подождите, здесь у нас есть признание членов королевской семьи, что их предки умерщвляли людей веры и других членов королевской семьи. Прямо в оригинале? Да, это так. Джон, зрители пожелают узнать. Это невообразимо. Она уникальна. Такая одна только? Она уникальна. Я никогда не видел подобный документ. Это оригинал? Да. Какова стоимость? Она была оценена примерно в 1 миллион долларов. Как минимум. Подобное невозможно переместить. Вы не можете найти подобный экземпляр и добавить к нему что-то. Вот почему она такая редкая. И она очень хорошо сохранилась. Это Женевский фолиант. И этот экземпляр датирован 1604 годом. У нас также здесь есть другие, очень необычные Библии короля Иакова. Вот это тоже Библия короля Иакова, но она использовалась на войне, во время революции. В ней еще есть слова Женевской Библии, которые были использованы во время работы на Библии короля Иакова. Но она имеет очень толстый переплет. Он отличается от предыдущих. Это перенесет нас в следующую передачу, потому что у нас уже последняя минута нынешней. Я держу в руках Библию короля Иакова. Это Библия короля Иакова. Или Женевская Библия. Библия короля Иакова. Короля Иакова. У нее толстый переплет. И на следующей программе вы расскажете нам... Да. В нашей истории мы проходили через разные трудные времена. Очевидно, что мы, как культура, в современных условиях направляемся к трудным временам. Бог использовал более шести миллиардов экземпляров. Я не ошибся с числом? Да, шесть миллиардов экземпляров. Бог использовал Библию короля Иакова, чтобы направлять корабль во время ночной бури. Я хочу призвать каждого зрителя пойти и купить Библию короля Иакова. В следующей передаче мы кратко поговорим о том факте, что сохранились ранние экземпляры оригинальных манускриптов, которые были произвольно отвергнуты. Мы кратко поговорим об этом. Мы здесь, чтобы показать уникальность Библии короля Иакова. Библия короля Иакова, являющаяся переводом «Текстус Ресептус» для Нового Завета и «Масаретских текстов» для Ветхого Завета, была использована Богом, чтобы повлиять на больше людей, чем все другие версии вместе взятые, включая оригинальные манускрипты. Я рекомендую вам пойти и купить старомодную Библию короля Иакова со старомодными местоимениями и увидеть, что есть отличия даже в этом. Но, что более важно, эта Библия прошла через гражданскую войну. Когда мы будем переходить отсюда в вечность, нам необходимо знать Бога, которого эта Библия представляет. Его зовут Иисус Христос. Не могли бы вы, как это сделали когда-то, я и мои друзья, склонить голову и помолиться этой простой молитвой со мной? Просто помолитесь этой простой молитвой из своего сердца. Дорогой Бог, благодарю Тебя за то, что Ты сохранил Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты используешь Твое Слово сейчас, чтобы обличить меня в моем грехе. Я хочу знать Иисуса Христа. «Господи Иисус, я знаю, что Ты умер за меня. Прямо сейчас я открываю мое сердце для Тебя. Войди в него и живи там. Я буду служить Тебе всем моим сердцем». Если вы помолились этой молитвой, добро пожаловать домой. Сотворение в 21 веке выходит при поддержке телеканала ТБН. И только благодаря вашей любящей поддержке эта передача может оставаться в эфире. Поэтому напишите «Сотворение в 21 веке» по адресу, который вы видите на экране. Продолжение следует...